Библиотека номер 7 поселка Маймаксанского лесного порта предлагает познакомиться с удивительной историей «Маленькая пушистая Чуки-Чуки спасает Новый год», которую написала Евгения Астрова. Евгения Леонидовна – журналист, популяризатор чтения, создатель клуба «Люблю читать». Она с отличием окончила философский факультет Санкт-Петербургского государственного университета. В разное время работала ведущей новостного канала на архангельском телевидении, преподавателем английского языка и литературы в школе. После рождения детей посвятила себя их воспитанию. Когда родилась первая дочка Сашенька, папа, играя, приговаривал «Чуки-Чуки, Чуки-Чуки», поэтому ее иногда стали между собой ласково называть «Чуки-Чуки». И так с этими словами стало ассоциироваться что-то теплое, милое, солнечное и очень доброе. Это и стало толчком к написанию истории. Когда родилась вторая дочка Алиса, Евгении Астровой приснился сон, в котором были слова «Маленькая пушистая Чуки-Чуки жила на полочке в бельевом шкафу». Автор записала эту фразу, а после в течение месяца написала все 17 глав книги. У Евгении Леонидовны шестеро детей, и для каждого написаны замечательные истории про рыбалку, про солнечного зайчика, про кружку с громом и другие. В небольшом домике на самой окраине города, там где начинается большой дремучий лес, живут две славные маленькие девочки – Сашенька и Алисенок. Живут они со своими мамой и папой очень дружно и весело. И домик у них хоть и маленький, зато теплый, уютный и гостеприимный. А стоит он так близко к лесу, потому что папа у девочек лесничий. Он лесу самый главный и должен за порядком присматривать, чтобы никто лесных жителей не обижал, да и сами они не хулиганили. И папа, и мама, и Сашенька с Алисенком очень любят животных, поэтому в домике живут еще Уш-Костя, Ёж-Кузя, Черепаха-Фифа, попугай Кеша, золотая рыбка Буль-Буль, обезьянка Чича и толстый рыжий кот Пират. К слову сказать, очень вредный, но разговор сейчас не о нем. Я хочу вам сказать, что в общем-то неудивительно, что именно в этом уютном домике в комнате девочек появилась однажды маленькая пушистая Чуки-Чуки. Тихо перебирая крошечными меховыми лапками, она бежала на цыпочках в комнату, заглянула в каждый уголок, сунула розовый носик в кроватке к спящим сестренкам и решила остаться. Потому что именно в таких добрых, спокойных местах Чуки-Чуки чувствуют себя лучше всего. С тех пор прошло уж несколько лет, два или три года. Для Чуки-Чуки это целое уйма времени, потому что сама она маленькая, размером с ладошку, и год для нее это слишком долго. Поэтому она считает время по-своему и даже празднует день рождения каждую неделю. По пятницам. Ведь это очень весело и приятно. Каждую пятницу к Чуки-Чуки приходят друзья, поздравить с днем варенья. Так называется Чуки-Чукин день рождения, потому что фирменное блюдо на этом празднике жизни – манная каша с малиновым вареньем. Любимый деликатес Чуки-Чуки. Живет Чуки-Чуки на одной из полочек в детском шкафу, там, где лежат наволочки и пижамы. Белье проложено душистыми цветами лаванды, и белоснежная Чуки-Чукина шубка насквозь пропиталась этим дивным ароматом. Поселившись в домике, Чуки-Чуки сразу со всеми передружилась и с Костей, и с Кузей, и с Чичей, и с золотой рыбкой Бульбуль, а еще с куклой Катей, компьютерной мышечапой, со всеми детскими игрушками, и даже с начальником холодильника. И только рыжий кот-пират свирепо зыркал злобными зелеными глазищами и все время пытался сделать какую-то пакость. То ли от этого, что принимал Чуки-Чуки за мышку, то ли просто от дурного характера. За все это время Чуки-Чуки очень полюбила Сашеньку с лисенком, но так и не подружилась с ними, потому что была от природы очень застенчивой и не знала, как нужно знакомиться с настоящими живыми девочками. Ведь они бы, наверное, сильно удивились, если бы маленькая пушистая зверюшка величиной всего-то с ладошку, заговорила с ними на человеческом языке. Приближался Новый год. Все в доме радостно готовились к празднику. Мама мастерила пироги и салаты, а папа привез из леса елку. И Чуки-Чуки, затеив дыхание, наблюдала, как девочки наряжают ее сверкающими гирляндами и игрушками. А на самую верхушку папа прилавил красную звезду. Поблизости крутился пират, сверепа принюхиваясь и хищно поблескивая глазищами. Он высматривал, где что плохо лежит. Но все лежало хорошо. И тут пират заметил Чуки-Чуки. И сдав душераздирающий победный вопль, котяра ринулся на добычу. Но Чуки-Чуки отнюх себе добычи не считавшая. Пуля и вылетела из зала и вбежала в детскую комнату. Рыжий злодей, не вписавшись в поворот, тоскливо взвыл и вдобавок получил по носу, захлопнувшись за Чуки-Чуки дверью. Уф! Детская была спокойно и безопасно. Игрушки тихо шептались по углам, пытаясь угадать, когда Дед Мороз приедет на этот раз и что подарит девочкам. Ведь этим подаркам предстояло поселиться здесь и подружиться со всеми обитателями детской. Кукла Барби, например, очень беспокоилась, как бы Дед Мороз не привез еще одну Барби. Ведь тогда ее слава первой красавице могла бы потускнеть. Поэтому она беспрестанно вздыхала и охала. Зато еж Кузя, широко улыбаясь, доказывал всем, что ежики – самые главные животные в новогодний праздник, ведь они похожи на елочку, такие же колючие и красивые. Поэтому меня надо нарядить и завалить подарками, говорил ежик. «А еще выкрасив зеленый цвет и поставить посередине комнаты», – добавила ей хитро, посмеявшись обезьянка Чича. «А мы будем водить хоровод вокруг тебя», – сказал «Жив лапки под щечкой, приготовилась была уснуть. Но тут к ней в гости пожаловала мышь Чапа. «Привет, Чуки, ты еще не спишь?» – осторожно поинтересовалась она. «Нет, нет», – сказала Чуки-Чуки, поспешно вылезая из носочка. Чапа была ее лучшей подругой. И Чуки-Чуки обрадовалась ее приходу. «А я пришла пожелать тебе спокойной ночи», – сказала «Чапа, последний раз в этом году. Ведь завтра никто не будет спать, все будут встречать Новый год». «Спокойной ночи, Чуки-Чуки, приятных тебе снов!» «Спокойной ночи, милая Чапа», – улыбнулась Чуки-Чуки. И Чапа собралась уходить, но тут дверь в комнату открылась и вбежали Сашенька и Лисенок. Вообще-то, если вы еще сами не догадались, младшую сестренку звали Алиса. Но все ласково называли ее Лисенок. Может быть, потому, что она была рыженькая. И Чапе пришлось задержаться в гостях у Чуки-Чуки. Ведь как приличная компьютерная мышь, она не могла себе позволить на глазах у хозяев выбраться из шкафа, проползти всю комнату до стола и спокойно улечься у компьютера, где ей полагалось находиться. Теперь надо было подождать, пока девочки заснут, и только тогда возвращаться домой. Вдвоем с Чуки-Чуки они устроились на ее носочки и тихо шептались, дожидаясь, пока дети угомонятся и заснут. Но веселые разговоры и смех и не думали прекращаться. Впрочем, ничего плохого в этом не было. Хорошие это звуки, детский щепет и смех. Вдруг что-то громко застучало, завыло и заухало в трубе, громыхнуло на крыше и заколотилось в окошке. «Мама!» – пискнула Алиса и бросилась вон из комнаты. «Папа!» – закричала Саша и выбежала за Алисой. «Угу-гу!» – прогремела за окном еще раз. И все затихло. Чапа с Чуки-Чуки осторожно выглянули из шкафа. В комнате стояла тишина. Игрушки и зверюшки попрятались по своим углам и не дышали. А в окошко заглядывала страшная лохматая рожа, и ее нос, прижатый к стеклу, походил на свиной пятачок. «Гуляга!» – устало вздохнула Чуки-Чуки. А Чапа вылезла из шкафа, забралась на окно и высунулась в форточку. «Ты чего хулиганишь?» – напустилась она на страшилу. «Сколько можно детей по ночам пугать?» «А чего они по ночам не спят, дети ваши?» – разошелся Гуляга. Шумят, кричат, отдыхать не дают. Ночь, она для того и ночь, чтобы тихо в кровати лежать с закрытыми глазами. «Так ведь завтра же Новый год!» – опешила Чапа. «Все радуются, готовятся, веселятся. Завтра Дед Мороз придет и подарки привезет». «Ах, вот так!» – рассердился Гуляга. «Они шумят, спать не мешают, а завтра еще какой-то дед приедет и подарки им дарить будет». «У-у-у-у! А мне никто никогда ни одного подарочка не подарил!» «Ни вот такого малюсенького!» Гуляга шмыгнул носом и вдруг затопал ногами. «Не будет вам никаких подарков!» «И Деда Мороза не будет!» «Ничего не будет!» «Я Новый год отменяю!» «У-у-у!» Громко ухнув на прощание, он исчез в темноте. Тут открылась дверь и вошли папа и мама, а за ними прошмыгнули в комнату Сашенька и Алиска. Чуки-чуки едва успела спрятаться в свой носочек. Мама подошла к окну и задернула занавески, а папа заглянул под кровати, под стол, под стул и за шкаф. «Вот видите, никого здесь нет!» – сказала мама. «А что же тогда гремело?» – спросили в один голос Сашенька и Алиса. «Наверно, сосулька с крыши сорвалась!» – улыбнулся папа. И, падая, ударила вам в окно. «А-а-а!» – хотела было спросить Саша, но мама приложила к ее губам пальчик, поцеловала и уложила в постель. А папа проделал все то же самое с Алисой и напоследок сказал «Засыпайте поскорее, а то проспите Новый год!» Когда девочки наконец заснули, игрушки и зверушки выбрались из своих коробок и кроваток и собрались в центре комнат на совет. «Неужели гуляга и вправду хочет Новый год отменить?» – спросила кукла Катя. «Сказал – отменит!» – подтвердила мышь Чапа. «И Деда Мороза не пустит!» «Что же мы тогда делать будем?» – огорчились игрушки. «Как же мы без Нового года останемся?» – расстроились зверушки. Тогда из клетки выпоркнул попугай Кеша и храбро прочирикал. «Да что этот гуляга сделать может? Кто его боится? Подумаешь, напугал!» Кеша с лету зацепился за люстру и принялся раскачиваться на ней. «Он один, а нас вон сколько!» Тут все с ними согласились. Но действительно, как может один гуляга испортить всем Новый год, а тем более сделать так, чтобы его не было? Только Чуки-Чуки с сомнением покачала головой и подумала, что надо бы за гулягой присмотреть. Но потом все разошлись спать. И как Чуки-Чуки не крепилась, как не таращила глаза, лежа в своем носочке и чутко слушаясь темноту, сон вскоре сморил и ее. На следующий день домик было не узнать. Собственно, и узнавать-то было нечего. На месте домика вырос огромный сугроб, на котором сидел усталый гуляга и дрожа от холода лязгал зубами. «Будет вам Новый год! Голубчики, ждите!» Сквозь сон Чуки-Чуки слышались обеспокоенные голоса и торопливые шаги. Она повернулась на другой бок и собралась еще немного вздремнуть. Как вдруг услышала чьи-то горькие всхлипывания. Сон как рукой сняло. Чуки-Чуки выпрыгнула из носочка и выглянула наружу. Тут же пришлось прятаться обратно, потому что мимо пробежал папа, прижимая окупу телефонную трубку. Когда дверь за ним захлопнулась, Чуки-Чуки рискнула высунуться вновь. Взгляд ее упал на часы. Два часа дня. Почему же в комнате горит свет? А за окном так темно! И почему ее знакомый солнечный зайчик не разбудил ее, как обычно, с первыми лучами солнца? Ведь он всегда первый прибегал сказать ей «Доброе утро!» «А может быть еще ночь?» Чуки-Чуки недоверчиво покачала головой. Почему же тогда горит свет? И девочки, одетые в платьице, а не в пижамке, сидят на заправленной кровати. Чуки-Чуки еще раз помотала головой так сильно, что уши захлопали по щекам. Что происходит? И вдруг она вспомнила. Гуляга! Он обещал испортить Новый год. И, кажется, ему удалось. Снова послышался горький всхлип, и Чуки-Чуки обеспокоенно сморщила носик. Маленькая Алиса плакала, уткнувшись в Сашенькины коленки. А сама Сашенька как-то уж очень подозрительно терла глаза. Что же делать? Игрушки тоже выглядели расстроенными, а все зверушки дружно сгрудились вокруг своих маленьких хозяек. И изо всех сил пытались хоть чем-то их утешить. В комнату вошла мама и нарочито бодрым голосом сказала. Ну что, девчонки, насыто повесили. Сейчас папа позвонит в снегоуборочную фирму и скоро нас раскопают. А Дед Мороз нас найдет? С надеждой подняла голову Алиска. Я для него песенку выучила. На глазах ее блестели слезинки. А я стишок расскажу, обрадовалась Сашенька. Конечно, найдет, улыбнулась мама, но уверенности в ее голосе не было. Повеселевшие девочки побежали обедать. Чуки-чуки немного успокоилась и вдруг услышала, как папа сказал маме. Нас, конечно, приедут раскопать, но только завтра, потому что все работники уже по домам разъехались. Новый год отмечать. Ой-ой-ой, расстроилась мама, что же мы скажем Сашеньке и Алисе? Ведь они так ждут Деда Мороза, а он теперь не сможет к нам попасть. Папа только руками развел. Чуки-чуки взволнованно бегала по своей полочке взад-вперед, взад-вперед, и вдруг остановилась. Нет, гуляга, не получится у тебя Новый год испортить. В голове у нее созрел план действий. Чуки-чуки срочно зазвала друзей, и на полочке в шкафу начался настоящий военный совет. Для начала надо было выбраться в коридор, но там по-прежнему околачивался пират. Тогда на помощь пришла мышь Чапа. Она высунула в коридор свой хвостик и принялась вертеть и крутить им. Увидав что-то маленькое и юркое, пират насторожился, а потом кинулся ловить Чапин хвост. Чапа быстро засеменила к столу, запрыгнула на стул, потом на стол и продолжала дразнить пирата, размахивая хвостом. А тот так увлекся, что не заметил, как из детской тихонько выскользнула Чуки-чуки, а вместе с ней Катя, Чапа и Фифа. Черепаха Фифа ползала медленно, поэтому она легла на брюхо и выставила лапки. А Катя и Чича вдвоем тащили ее, и она легко скользила по паркету. Друзья спешили к холодильнику. Быстро добравшись до него, они перевели дыхание и переглянулись. Предстояло самое сложное – открыть холодильник. Черепаха Фифа устроилась внизу, под ручкой. Ей на спину залезла обезьянка Чича, а на плечи Чичи вскарабкалась Катя. Она попробовала дотянуться до ручки, но не смогла. Тогда Катя встала на цыпочки и все равно не сумела достать ручку. Пирамида слегка пошатнулась. С трудом удержав равновесие, Катя расстроенно прикусила губу и вдруг кое-что придумала. Она торопливо расплела косичку, вытащила ленточку, размахнулась и накинула ее на ручку, а потом дернула, и пирамида развалилась. Катя упала с Чичи, Чича с Фифы, а сама Фифа въехала по скользкому паркету под холодильник. Но дверца холодильника успела все же на секунду приоткрыться, и этого мгновения хватило, чтобы Чуки-Чуки прошмыгнула внутрь. Хлоп, и дверца закрылась. В холодильнике было темно и холодно. Чуки-Чуки потопала озябшими лапками и огляделась. Вообще-то заходить в холодильник без рукавичек и валенок было строго запрещено, но у Чуки-Чуки совсем не было времени собраться, к тому же и валенок с рукавичками у нее не было. Хорошо хоть что, шубка у нее была, теплая и пушистая. «Эге-гее!» закричала Чуки-Чуки. «Холодил-холодилович, ты где?» Холодил-холодилович, или попросту холодильный, был начальником холодильника. К нему за помощью и пришла Чуки-Чуки. На нижней полочке зажегся свет, и откуда-то из-за кастрюли коробок с пельменями послышался веселый бас. «Привет, Чуки-Чуки! Давненько к нам не заходила!» Чуки-Чуки скользнула вниз и увидела моржа Жоржа. Морж жил в холодильнике и закалялся. Радостно шлепая ластами, он подошел к Чуки-Чуки. В руках у него был фонарик холодильного. «Здравствуй, Жорж!» поздоровалась Чуки-Чуки. «Понимаешь, я очень спешу. Мне срочно нужен холодильный. Ты не знаешь, где он?» «Какой вопрос?» улыбнулся Жорж. «Конечно знаю!» Холодил Холодилович отбыл на Северный полюс к внукам Новый год встречать, а меня оставил за главного. Видишь, даже фонарик свой дал, чтобы за всем следить. «Да ты не волнуйся, он скоро приедет. Приходи денька через два, он в аккурат и будет». «Через два денька?» повторила Чуки-Чуки и схватилась за голову. «Да что случилось-то?» «Ты, Чуки-Чуки, не тяни!» «Рассказывай!» «Понимаешь, шмыгнула носом Чуки-Чуки, тут такая беда стряслась!» И она поведала Жоржу про гулягу и про то, как он решил испортить всем праздник. «Времени до Нового года совсем мало осталось», закончила Чуки-Чуки. «Девочки так ждут Деда Мороза, а он не сможет нас найти. Я думала, холодильный поможет, ведь он по снегу специалист. А теперь не знаю, что и делать». «Да», – призадумался Мороз Жорж, «нельзя детей без праздника оставить, никак невозможно. Что же придумать? Как Новый год спасти?» И тут он хлопнул себя ластой по полбу. «Ну, конечно, у нас же тут еще один специалист по снегу имеется. Как я забыл? Побежали». Он схватил Чуки-Чуки за лапку и, перепрыгивая с полки на полку, с творога на кефир, с кефира на колбасу и так далее, они добрались до самого верха и остановились перед маленькой плотно закрытой дверцей. Дверца тут же распахнулась и выглянул снеговик. «Чего надо?» «Позови ко мне, дружок, Морозку», попросил Жорж. «Очень он нам нужен». «Морозка занят», – хмуро ответил снеговик и невежливо захлопнул дверь прямо перед носом моржа и чуки-чуки. «Вот нахал», – возмутился Жорж, «со всех бы их морозка разбаловал. Им бы такого начальника, как холодильный, они б у него по струнке бегали». С этими словами Жорж отчаянно забарабанил в дверцу. Дверь открыли уже два снеговика с лопатами и метлами и сердито уставились на гостей. «Ну чего еще?» – спросил был первый снеговик, но Жорж оттеснил его плечом и заглянул в морозилку. «Эй, Мороз Иванович, выйдь, пожалуйста, поговорить надобно». «Сказано, не велено беспокоить», – зашумели снеговики. «Да из-за вас, снежки пустоголовые, такое случиться может», – гарпнул на них морж. В общем, такую суматоху подняли. Чуки-чуки только стояла и глазами молча хлопала. «Что за шум?» – раздался густой бас, и из глубины морозилки вышел дедушка в тулупе и с посохом. «Не дать не взять, Дед Мороз, миниатюре!» Снеговики тут же встали по стойке смирно. «Дедушка Мороз!» – ахнула Чуки-чуки. «Нет», – засмеялся старичок, «не Дед Мороз, а Морозка. Мороз Иванович, младший брат Деда Мороза. Что тут у вас за сыр-бор?» «Понимаете», – начал морж, «нам ваш совет срочно нужен, а эти сугробы ведроголовые к вам не пускают». «Да, проблема у нас», – кивнул головой Морозка. «Снега этой зимой мало, а нам на весь год надо снегом запастись, чтобы продукты не портились. В лесу-то, конечно, снега по боли будет, да только снеговики у меня маленькие, им из лесу много не принести, тащить далековато. Вот я и хотел, поразмыслил, что делать будем». «А ребятам своим» – велел никого не пускать, чтобы думать не мешали. «Но раз уж пришли, рассказывайте, что у вас тряслось». «Ой, дедушка, у нас такое стряслось», – начало Чуки-чуки, и рассказала Морозу Ивановичу про гулягу, про то, что он дом снегом завалил, и про маленьких девочек, которые ждут-не дождутся, когда же наступит Новый год, и придет Дед Мороз с подарками. «Они к Новому году с сентября готовились», – закончила свою грустную историю Чуки-чуки. «Гирлянды всякие мастерили, открытки рисовали, а для Дедушки Мороза праздничную песенку и стишок выучили. Как же теперь быть?» «Это беда, не беда», – сказал, немного подумав Морозка. «Домик-то мы раскопаем, а заодно и морозилку на год снегом набьем. Нам бы только до Нового года успеть, времени-то немного осталось. Ну, да что-нибудь придумаем, чтоб мои молодцы да не справились». «Мы себе и снега помощников налепим», – снеговики широко улыбнулись и крепче сжались свои лопаты. «А и то верно обрадовался Морозка, я ж говорю, соколы». «А как вы наружу выберетесь?» снова забеспокоилась Чуки-чуки. «И дом, и окна плотно снегом забиты. Не открыть. Папа утром хотел на улицу выйти, тогда же дверь приоткрыть не смог». «Но это совсем просто», – засмеялся Мороз Иванович. «Открою тебе один секрет». «Хоть и не положено, да уж больно ты мне понравилась, Пушистик. Есть у нас внизу тайная дверца, а за ней подземный ход. Мы этим ходом пользуемся, чтобы снег заносить, не тащить же его через весь дом. По нему и выберемся наружу. Выход у нас под корнями дуба, что рядом с домом растет, замаскирован. Его-то Гуляга вряд ли завалил, а хоть бы и завалил, чтоб снеговики из-под снега не выбрались. Не бывало такого». Обрадованная Чуки-Чуки поблагодарила Морозка, Жоржа и снеговиков и поспешила домой успокоить друзей. На обратном пути ей повезло. Пирата поблизости не оказалось, и она быстро добралась до детской, где ее с нетерпением ждали друзья. «Ох, только бы все получилось», – воскликнула Катя, когда Чуки-Чуки завершила свой рассказ. Все остальные дружно закивали. «Никогда, нет, никогда время не бежало так быстро. Обычно она тянулась медленно-примедленно, особенно по четвергам, когда Чуки-Чуки с нетерпением ожидала пятницы, чтобы наступил долгожданный день варенья. Но сегодня все было иначе. Стрелки часов крутились как сумасшедшие, подгоняя старый год и торопя наступление нового. Чуки-Чуки с беспокойством глядела на часы. Куда? Ну куда они так спешат? На подоконнике дежурила Чапа, которая должна была подать условный сигнал, когда снеговики раскопают окошко. Остальные игрушки-зверушки забрались на кроватки девочек и молча смотрели то на часы, то на Чапу. В гостиной за накрытым столом сидели папа, мама и Сашенька с олесенком. Работал телевизор, играла музыка, светилась, переливаясь, гирлянда на елке. Но было совсем не весело. Праздник не приходил. Когда маленькая стрелка на часах подобралась к двенадцати, а большая спешила ее догнать, Чуки-Чуки не выдержала. Пойду к двери. Посмотрю, вдруг Дед Мороз стучит, а его не слышат. Вон как громко музыка играет. «Да брось ты, Чуки-Чуки!» уныло просвистел Кеша. «Не придет Дед Мороз. Это ясно. Где уж снеговикам такую кучу снега перетаскать? Они ведь совсем маленькие. Да и музыка не так громко играет. Нет, я все-таки пойду», решительно сказала Чуки-Чуки. «На всякий случай». И выскользнула из комнаты, бесшумно ступая, мягкими белыми лапками. Она подошла к двери и прислушалась. Тишина. Тогда она забралась на вешалку, спустилась по висевшему там шарфику пониже и повернула ключ в замке. Осталось только спуститься на пол и проверить, открывается дверь или нет. Вдалеке раздался бой курантов, возвестивший начало Нового года. «Как же так?» успела подумать Чуки-Чуки. И вдруг послышался хрустальный перезвон, и дверь отворилась, впуская в дом клубы холодного пара. Чуки-Чуки так и застыла, повиснув на шарфе, а в дом входили Дед Мороз и Снегурочка. «Здравствуй, маленькая пушистая Чуки-Чуки!» улыбнулся Дед Мороз. «Снеговики мне все рассказали. Спасибо тебе за помощь. Слезай-ка ко мне на рукавицу. Да не бойся, она теплая. Пойдем твоих малышек поздравлять!» «С Новым годом! С новым счастьем!» забасил Дед Мороз. «Встречайте хозяева, дорогие!» Из-за его плеча улыбалась ласковая Снегурочка. В зале раздался визг, потом смех, грохот отодвигаемых стульев. И вот уже Сашенька и Алиса со всех ног мчались встречать Дедушку Мороза со Снегурочкой. «Как же вы нас нашли?» удивился папа. «Я бы, может, и не нашел», усмехнулся в усы Дед Мороз. «Да только меня целая армия снеговиков встречала. Как их было не заметить?» «Снеговиков?» удивилась мама и побежала смотреть в окно, забыв, что еще совсем недавно оно было завалено снегом. «Ой!» сказала она через секунду, и папа поспешил к ней. Было чему удивляться. Окно оказалось совершенно раскопано, но не это главное. Поблескивая и переливаясь в свете луны, везде, куда падал взгляд, стояли снеговики и радостно улыбаясь, махали руками. «Вот это да!» восхитилась мама и про себя подумала. «Какие хорошие люди в этой снегоуборочной фирме работают!» «Мало того, что до ночи трудились, так еще и в костюмы нарядились, чтобы попраздничнее было!» «Надо про них в газету написать!» «Как будто не видно, что снеговики настоящие!» «Взрослые всегда так!» «Им легче предположить, что кто-то в костюмы наряжается, чем то, что произошло настоящее чудо!» «Но да это не главное!» «Главное то, что Дед Мороз со Снегурочкой добрались-таки до наших малышунь и привезли с собой Новый год!» «То-то было веселье и радости!» «Девочки пели, плясали, рассказывали стишки и сказки, а потом все вместе водили хоровод вокруг чудесной новогодней елочки, под которой, словно грибы после дождя, стали вдруг вырастать подарки!» «Чего только не было!» «Книжки с волшебными картинками, велосипед, игрушечная пианино, цветные карандаши и краски, гора конфет и леденцов на палочках, веселый плюшевый мишка для Саши и чудесный розовый заяц с бантом для Алисы!» «И для папы с мамой там тоже были подарки, только они еще не успели их развернуть!» «Чуки-чуки» веселилась вместе со своими любимцами, а они думали, что это волшебная снежинка Деда Мороза, ведь она была такая белая и пушистая! В самый разгар веселья Дед Мороз тряхнул посохом, и вокруг закружились разноцветные конфетти, и пока они танцевали, Дед Мороз со Снегурочкой, подхватив Чуки-чуки, осторожно вышли из зала и направились в детскую. Этого никто не заметил, ведь Дед Мороз всегда исчезает незаметно, оставляя после себя праздник и веселье. Открыв дверь в детскую, Снегурочка трижды хлопнула в ладоши, и комната украсилась пестрыми гирляндами и яркими шарами. «С Новым годом, мои маленькие друзья!» улыбнулся Дед Мороз. «А где же ваша елочка?» Он стукнул посохом об пол, и в центре детской тут же появилась елочка. Не такая большая, как в зале, игрушечная, но тоже красивая и нарядная. Все зверушки и игрушки взялись за руки и приготовились водить хоровод. И тут Чуки-чуки заметила прилипшую к окну печальную рожицу с поросячьей расплющенным носом. «Гуляга!» «Смотрите!» заверещал Кеша. «Гуляга!» «Это он хотел нам Новый год испортить!» «У-у-у! Злодей!» «А давайте пригласим его к нам!» предложила Чуки-чуки. «Пусть узнает, как здорово встречать Новый год с друзьями, дарить и получать подарки!» «Тогда он не захочет хулиганить!» «А что, давайте!» согласились игрушки. Дед Мороз еще раз стукнул посохом и перепуганный гуляга оказался посреди хоровода рядом с елочкой. Он хотел было убежать, но Чуки-чуки мягко ухватила его лапкой за руку и сказала «С Новым годом, гуляга!» «Давай водить хоровод!» За другую руку гулягу взяла снегурочка и все закружились танцы. Распевая, в лесу родилась елочка. Всем было очень весело! «Напоследок, хитро улыбнувшись, Дед Мороз взбахнул рукой и с потолка вдруг посыпались снежинки. Падая, они с тихим шуршанием превращались в подарки, обернутые цветной бумагой и перевязанные шелковыми лентами. Каждый получил то, о чем больше всего мечтал. Чапа новый красочный коврик, расписанный замысловатыми узорами. Катя набор фарфоровой кукольной посуды, почти как настоящий. Барби парчевое бальное платье. Попугай Кеша волшебное зеркальце для клетки. Глянешь с одной стороны, обычный попугай, глянешь с другой, не попугай, а попугающий с огромным клювом и большими круглыми глазами. Черепахе Фифе Дед Мороз подарил красивые наклейки на панцирь. Она тут же начала примерять, какую наклеить первой. Обезьянке Чичи шикарные солнцезащитные очки. Ужу Костя большую книгу про змей. Ёжику подушечку для иголок. Гуляге теплый комбинезончик. И много-много других подарков принес еще Дед Мороз. Даже кот-пират получил свою коробочку снежинку. Внутри оказалась огромная заводная мышь. Сначала пират бегал за ней, а потом она за пиратом. Такая вот веселая игра в кошки-мышки получилась. Большая пушистая снежинка, такая же ярко-белая, как сама Чуки-чуки, приземлилась ей в лапки и с легким хлопком превратилась в бумажный сверток. Вокруг посыпалась конфетти. Чуки-чуки осторожно развязала ленточку и принюхалась. Пахло чем-то необыкновенно вкусным. Скорей-скорей она размотала бумажку и обнаружила внутри открытку. Фарфоровую тарелочку, на которой были нарисованы Винни-Пух и Пятачок, уплетающие манную кашу. Огромную банку малинового варенья, самого замечательного малинового варенья, самого вкусно пахнущего малинового варенья. Чуки-чуки облизнулась и раскрыла открытку. Дорогая Чуки-чуки было написано в ней, поздравляем тебя с Новым Годом, ты самая необыкновенная Чуки-чуки на свете, самая смелая и изобретательная, а поэтому и подарок тебе мы выбрали необыкновенный, единственную в мире манно-кашевую тарелку и не кончающуюся банку малинового варенья. Это значит, что сколько бы ты с друзьями его не ела, оно никогда не закончится. И всегда, когда ты захочешь вкусной, нежной, восхитительной манной каши, тебе надо только достать манно-кашевую тарелку и облизнуться. Она сразу наполнится самой вкусной манной кашей на свете. С Новым Годом и приятного аппетита! Дед Мороз и Снегурочка! А снизу стояли буквы ПС. Чуки-чуки конечно же сразу догадалась, что это значит. Посмотри сюда. Она посмотрела дальше и прочитала. Малиновое варенье из нашей полярной малины сама собирала. Снегурочка! Это был самый лучший подарок на свете. Чуки-чуки непроизвольно облизнулась и тарелочка свиньепухом тут же наполнилась манной кашей, от которой поднимался душистый пар. Надо было срочно звать друзей на праздничный ужин. Так закончился этот удивительный новогодний вечер. И так начался этот чудесный Новый год. Ведь впереди было еще 364 замечательных новогодних дня. Об этом и других приключениях Чуки-чуки и ее друзей читайте в книгах серии «Маленькая пушистая Чуки-чуки». Продолжение следует...